Это сейчас окраина. Мы недалеко от дома пионеров. Шумы какие-то. Весер на улице. Теперь роман номер один. Того, кто начинал с ним шесть лет назад, сегодня нет в живых. О трагедии, которая произошла на этой неделе с 33-летним белорусом в Украине, пестрили все средства массовой информации. В погоне за острыми ощущениями два парня и девушка проникли на охраняемый объект военного городка Чернобыль-2. Молодые люди решили взобраться на дугу, 150-метровую радиолокационную станцию. Дмитрий из Жодина успел сделать фото. Оно стало последним в его жизни. Почему так произошло, непонятно даже друзьям, которые знают Дмитрия как опытного сталкера. Он пошел туда нелегально. Там было очень мокро, очень сыро, холодно, зябко и большой плотный туман там находился. Он был опасен тем, что объект уже 30 лет находится без должной эксплуатации. Он никак не обслуживается. Объект был из металла. Ну, понятно, сделан ржавчина, коррозия, где-то лестница болтается, пролеты. 26 апреля 1986 года превративший Чернобыль из провинциального города в памятник Некрополь рассказывают, чем сегодня привлекает мертвый город. Он привлекает своей монументальностью, значимостью, потому что это был уникальный в мире объект. Он позволял отслеживать пуск баллистических ракет по всему миру. Между прочим, на боевое дежурство этот объект так и не был поставлен ввиду аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. Я в Сальгорской резине скажу больше всего в Беларуси человек, наверное, ну, меньше 10 будет, который непосредственно привлекает Чернобыльская зона отчуждения. Чернобыль – бывший украинский райцентр, никогда примечательный с базы речного флота и пристанью. Попасть нетрудно. Пять лет назад открыли доступ. Чернобыль стал одним из любимых мест у экстремалов. Есть определенное количество людей, которые ходят в зону нелегально, ну, у них там тоже возникла своя субкультура. Вот эти незаконные посещения, незаконное проникновение, они носили массового характера. Сейчас эта ситуация изменилась, и, я думаю, будут предприняты очень серьезные меры для того, чтобы обеспечить контроль и в средине зоны, вот, и контроль самой границы. Вот. Ну, и в целом, я должен сказать, что необходимо осознать и осознанно двигаться к повышению культурного использования зоны, и вообще к культурному ее использованию. Мы вот продвигаем присвоение Чернобыльской зоне статуса места всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы за то, чтобы там сохранять вот эти вот очень ценные, уникальные объекты. Делаем, ну, мы не только говорим, мы делаем. Чернобыльское сталкерство породило легенды о дичавших домашних кошках и зомби. Кто-то там приходит за адреналином, кто-то приходит из-за того, что, ну, закрыта зона, побывать в закрытом месте, нахождение на этом объекте. Припять – любимое место Романа. Он здесь знает особые тропы. Можно подняться на любую высотку и сфотографировать саркофаг взорванного реактора. Он виден с любой точки. Пока же Чернобыль для экстремала останется в прошлом, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Это никак не могло стоить в человеческой жизни. И невзирая на то, что там практически каждый выходной кто-то пролазит туда за периметр, за колючку, там побывало очень много людей. Я, ну, ближайшие пару лет, я навряд ли даже легально туда буду планировать какие-то поездки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова